Обычно для большинства людей слово «оргазм» связано с сексуальной жизнью, по крайней мере, в языке, если не в опыте. Но это не так. По сути, оргазм означает состояние внутреннего экстаза. Возможно, его используют в языке в контексте сексуальности, потому что, к сожалению, большинство людей не имели более яркого опыта, чем физическая близость. Большинству людей даже не знакомо нечто большее. Поэтому они начали использовать слово «оргазм» для описания сексуальной жизни. Слово «оргазм» означает гораздо большее. Это когда весь ваш организм достигает определенного пика. В сексе такого не происходит. Он дает вам определенное ощущение пика, но это не приведет вас к абсолютному пику, когда каждая клетка в вашем теле взрывается. Так что сексуальная жизнь или секс не подходит для описания оргазма. Это будет неверно. При физической близости состояние экстаза имеет предел. Но если человек знает, как быть оргазмичным, без потребности в физической близости, он испытывает бесконечный оргазм. В Индии есть более подходящее слово. Мы называем это «Ананда». «Ананда» оргазмична. Мы описали Бога как оргазм. Мы сказали, «Бог — это Ананда, Брамананда». Произнося «Брамананда», мы говорим, «То, что вы называете Богом, — величайший оргазм». Если вы достаточно искренни, чтобы заглянуть на жизнь без условностей, закрепленных в религии, по сути, единственное, чего ищет человек — это максимально возможное приятное состояние. Это называют «царство Божье», «рай», как угодно. По сути, он ищет высочайшего оргазма. Вот и все, чего он ищет. Так что Бог был описан как «Ананда», то есть Бог был описан как «оргазм». Оргазм — это недостаточное слово. Понятие «Ананда» гораздо шире. Так что на Востоке мы назвали Бога «Ананда». Величайший оргазм — это Бог. Если вы хотите довольствоваться ограниченными вещами, можете попробовать секс, алкоголь, наркотики. Это только поработит вас, это не освобождает. Потому что это не «Ананда», это просто удовольствие. Удовольствие всегда привязывает вас. Люди ищут удовольствие, в сущности, потому что в них нет радости, потому что нет блаженства. Если вы испытываете блаженство, вы определенно не будете искать удовольствие. Не так ли? Если бы сейчас вы испытывали настоящее блаженство, вы бы искали удовольствие. Удовольствие — это просто тень блаженства. Это всегда фальшивка. Вы получаете слабое подобие. Но когда вам незнакомо настоящее блаженство, подойдет даже его подобие. Я не против этого. Но если вы не осознаете ограниченности удовольствия, вы попадете в зависимость от него. Чем больше вы ищите удовольствие, тем больше вы привязываетесь к объектам удовольствия. Но чем больше в вас блаженства, тем более свободными вы становитесь от всего. Когда вы по-настоящему счастливы, вам ничего не нужно. Не нужна еда, сон, даже жизнь не нужна. На самом деле, когда вы действительно счастливы, вы готовы умереть. Пожалуйста, задумайтесь. Жизнь познает только тот, кто готов умереть в каждый момент своей жизни. Потому что если вы не знаете, как упасть в бездну жизни, вы никогда не познаете вершину жизни. Жизнь — это когда одно внутри другого. Вот в чем проблема. Но люди думают, что одно рядом с другим, потому что используют свой логический ум для того, чтобы расшифровать жизнь. Жизнь и смерть находятся внутри друг друга. Или они находятся рядом? Они не рядом. Одно находится внутри другого. И только если вы готовы упасть в бездну смерти, вы познаете вершину жизни. Обычно, если вы находитесь в безнадежном состоянии, в английском языке говорят, «Вы падаете в бездонную пропасть». Вам необходимо понять вот что. Посмотрите на поверхностное понимание людей. Если пропасть бездонна, то никакой опасности нет, не так ли? Это самое замечательное, что только может произойти. Если что-то не имеет дна, и вы туда падаете, это бесконечное свободное падение. Проблема возникает только когда дно есть. Был такой случай. Шанкаран Пилай упал со второго этажа и ушибся. Люди собрались вокруг него и спросили, «Ты пострадал при падении?» Он сказал, «Идиоты!» Нет, не при падении, при остановке. Боль всегда причиняет остановка, а не падение, не так ли? Это... АНТРИГЁТ